Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – основные химические понятия валентности степени окисления. Основные понятия в химии формировались на протяжении всего развития химии. Давайте выделим основные периоды в истории развития химии. Это период алхимии, период зарождения научной химии, период открытия основных законов химии, современный период. Итак, какие же основные понятия и законы мы имеем на сегодняшний день, благодаря замечательным русским и зарубежным ученым? Итак, вспомним, что химия – это наука о составе, строении, свойствах и превращениях веществ. Вещество – это один из видов материи, который характеризуется массой покоя. Вещество состоит из частиц, например, атомов, молекул, ионов. Какие задачи решает химия? Во-первых, изучение веществ, их физических и химических свойств. Во-вторых, изучение превращения веществ и процессов, сопровождающих эти превращения. В-третьих, превращение веществ, сопровождающиеся изменением состава, называются химическими реакциями. Итак, первое понятие – это атом, наименьшая частичка химического элемента, являющаяся носителем его свойств, предел химической делимости материи. Атом – это электронетральная частица, состоящая из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. Какие частицы, еще раз вспомним, входят в атом? В ядро атома протон, нейтрон, электрон. Следующее понятие – химический элемент. Это совокупность атомов с одинаковым зарядом. Объектом изучения в химии являются химические элементы и их соединения. Элементы принято обозначать первой или первой и одной из последующих букв латинского названия элементов. Химический знак – это символ, обозначает название элемента, один его атом, один моль атомов этого элемента. По символу химического элемента можно определить его атомный номер и относительную атомную массу. Следующее понятие – это простое вещество. Простое вещество состоит из атомов одного химического элемента. Сложное вещество или химическое соединение состоит из атомов разных химических элементов. Рассмотрим примеры строения молекул. Водород – простое вещество, состоит из двух одинаковых атомов водорода. Аммиак – сложное вещество, соединение азота и водорода. Метан – сложное вещество соединения углерода и водорода. Вода – сложное вещество соединения водорода и кислорода. Следующее понятие – это аллотропия. Аллотропия – способность химического элемента образует несколько простых веществ, называемых аллотропными модификациями. Аллотропные модификации углерода приведены на слайде. Это алмаз, графит, нанотбук, графен, лон-дей-слит, фуллерен. На слайде приведены аллотропные модификации фосфора. Фосфор бывает белый, красный, черный. Ниже приведены аллотропные модификации кислорода. Это кислород – молекула его О2 и озон – молекула его О3. Что же такое молекула? Молекула – это электронейтральная частица, образующаяся при возникновении ковалентной связи между атомами одного или нескольких элементов, которая определяет химическое свойство вещества. Молекулу принято выражать химической формулой. Химическая формула – это условная запись качественного и количественного состава вещества при помощи химических знаков и индексов. Вот здесь на слайде приведена формула H2SO4 – это формула молекулы уксусной кислоты. Значит, химические знаки – это водород, серый, кислород. Индексы – это цифры, стоящие внизу возле водорода и кислорода. Эти цифры называются индекс. Индекс – это цифра в химической формуле, которая ставится внизу после химического знака и обозначает число атомов данного вида. Широко используется несколько видов химических формул. Простейшая или эмпирическая формула – она показывает качественный состав и соотношение, в которых находятся частицы, образующие данное вещество. Молекулярная или истинная формула – показывает качественный состав и число составляющих вещество частиц, но не показывающие порядок связи частиц в веществе, то есть его структуру. И графическая формула отражает порядок соединения атомов, то есть связи между ними. Давайте разберем, что обозначают следующие записи. H2 – это одна молекула водорода. В ее состав входят два атома водорода. 5О2 – это пять молекул кислорода. В состав одной молекулы входят два атома кислорода. 6 – феррум – это шесть атомов железа. 3 – H2SO4 – это три молекулы серной кислоты. В состав одной молекул серной кислоты входят два атома водорода, один атом серы и четыре атома кислорода. Следующее основное понятие – это атомная масса. Масса атомов, молекул ионов, очень мала. Она измеряется в 10-24 до 10-23 грамм. Например, приведены массы атома водорода и масса атома урана самого тяжелого элемента. Вместо истинных значений атомных масс применяется относительная атомная масса. Относительная атомная масса показывает, во сколько раз масса данного атома больше массы, принятой за эталон. Вычисляется она по формуле А с значком R равно МА деленное на М эталона. Где А с значком R – это относительная атомная масса, где R – начальная буква английского слова «relatif», что означает «относительный». В качестве эталона принята одна двенадцатая масса атома углерода. Относительная атомная масса элемента показывает, во сколько раз масса его атома больше одной двенадцатой массы атома углерода. Атомные массы элементов приведены в периодической системе элементов. Следующее понятие – атомная единица массы АЕМ. Это одна двенадцатая массы атома углерода. Одна атомная единица массы примерно равна массе протона или нейтрона. В соответствии с этим, относительную атомную массу элемента можно определить сравнением истинной массы атома с массой одной атомной единицы массы. То есть вычислить по формулу относительная атомная масса элемента равна М со значком А элемента, то есть это масса элемента, деленная на одну атомную единицу массы. Дома, пожалуйста, выполните следующее задание. Найдите относительную атомную массу следующих элементов – водорода, натрия, алюминия, кислорода, хлора, серы. Следующее понятие – масса молекулы. Мы с вами используем в химии относительную молекулярную массу, которая обозначается М со значком Р. Относительная молекулярная масса равна сумме отрицательных атомных масс всех атомов, образующихся в молекулу вещества. Количество вещества – это число структурных единиц – атомов, молекул, ионов, электронов, образующих это вещество. Единицей измерения количества вещества является моль, обозначается ν или n маленькая. Моль – это количество вещества, содержащего столько молекул атомов, ионов, электронов и других структурных единиц, сколько содержится атомов в 12 граммах изотопа углерода. Моль – это количество вещества, которое содержит 6,02 на 10 в 23 структурных единиц атомов, молекул, ионов данного вещества. Это число называется число абагадра и обозначается через n большое. То есть 1 моль атомов и 1 моль молекул водорода содержит одинаковое число частиц. Постоянная абагадра – это число атомов или молекул или других структурных единиц, содержащихся в одном молекуле вещества. При решении химических задач нужно знать, сколько структурных частиц, n большое, вещества содержится в определенном количестве вещества. То есть мы постоянного абагадра умножаем на нем. Мы должны помнить, что в одном моле любого вещества содержится одно и то же число частиц, но масса одного моля разных веществ различная. Например, масса одного моля воды – 18 грамм, одного моля серной кислоты – 98 грамм, одного моля серы – 32, одного моля железа – 56. В задачах мы также можем с вами определить количество молей по уравнению реакции. Количество молей нам показывает коэффициент, который стоит перед формулой вещества в уравнении реакции. Итак, моль – это единица количества вещества. Следующее понятие – молярная масса. Обозначается m большое. Величина, равная отношению массы вещества к количеству вещества. Выражается в грамм на моль или в килограмм на моль. Молярная масса – это масса одного моля вещества. Молярная масса численно равна относительно молекулярной массе. Задание на дом. Рассчитайте относительную молекулярную массу и молярную массу для следующих соединений. Кальций О, СО2, H2SO4. Для этого вы используете формулы, которые были на предыдущем слайде. Массовая доля элемента омега – это отношение массы элемента к соответствующей массе вещества. Вычисляется по формуле n, умноженное на ar элемента, деленное на mr вещества, где n – число атомов или в молекуле, это индекс, относительная атомная масса и относительная молекулярная масса. Массовая доля вещества в смеси – это отношение массы компонента к массе смеси. Следующее понятие – мольная или молярная доля вещества в смеси. Это отношение количества данного компонента к суммарному количеству всех веществ в смеси. Объемная доля вещества в смеси – это отношение объема, занимаемого компонентом, к объему смеси. Относительная плотность – это отношение массы данного объема газа к массе такого же объема другого газа, вычисляется по формуле d равно m1 на m2, где m1 – это масса одного газа, m2 – масса другого газа. Электроотрицательность – относительная способность атома притягивать к себе электроны, образующие химическую связь. Электроотрицательность характеризует способность атома к поляризации химических связей. Электроотрицательность – это способность атома в соединении притягивать к себе электроны от другого атома. Нужно помнить, что в периоде электроотрицательность растет, в группе сверху вниз электроотрицательность элементов уменьшается. Чем больше электроотрицательность, тем сильнее атом притягивает к себе химические связи. Степень окисления. Это условный заряд атомов химического элемента в соединении, вычисленный из предположения, что соединения состоят только из ионов. Степень окисления могут иметь положительные, отрицательные и нулевые значения. Причем знак ставится перед числом минус один, минус два, плюс три, в отличие от заряда иона, где знак ставится после числа. В молекулах алгебраическая сумма степеней окисления элементов с учетом числа их атомов равна нулю. Степень окисления простых веществ всегда равна нулю. Щелочные металлы в сложных веществах, щелочные металлы это натрий, калий, литий и так далее, имеют степень окисления всегда плюс один. Щелочные металлы, кальций, барий и так далее, имеют степень окисления плюс два. Водород в соединениях с неметаллами имеет степень окисления всегда плюс один. А с металлами он проявляет степень окисления в гидритах, равную минус единице. Втор имеет степень окисления минус один. Кислород проявляет всегда степень окисления минус два. Исключение составляет только соединение кислорода со втором, где степень окисления кислорода равна плюс два. Валентность – это способность атома образовывать определенное число химических связей с другими атомами. Например, приведены формулы водорода, хлора, углекислого газа, воды, гидрозина, азота. Число черточек, отходящих от символа элементов в структурных формулах, всегда равно валентности этого элемента. Валентность определяется как число электронных пар, которыми данный атом связан с другими атомами. Валентность химического элемента можно выразить числом атомов водорода, который присоединяет к себе или замещает один атом этого же элемента. Например, в аммиаке трехвалентин, аммиак трехвалентин, а степень окисления аммиака равна минус 3. Другие примеры. Например, перекись водорода. Валентность у нас кислорода в перекиси водорода равна 2, а степень окисления – минус 1. Сероводород. Валентность серы в соединении равна 2, а степень окисления – минус 2. Таким образом, валентность связана с понятием количества связей и числом неспаренных электронов. То есть валентность – это способность атомов образовать определенное число связей. Для большинства атомов можно увеличить валентность. Если на атом подействует дополнительная энергия, то атом можно перевести в возбужденное состояние за счет того, что происходит распаривание электронов внешнего уровня и переходят электроны на вакантные свободные орбитали. Но этот процесс возможен лишь в том случае, когда у нас есть свободные вакантные орбитали. Для распаривания электронных пар необходимо наличие, еще раз повторяю, свободных ячеек в соответствующем электронном слое и наличие электронных пар, если возможно, валентных. Некоторые элементы имеют по несколько валентностей. Например, атом хлора. В основном состоянии он одновалентен. В возбужденном состоянии он может быть трехвалентным, может быть пятивалентным и семивалентным. Это связано с тем, что у атома хлора во внешнем энергетическом уровне есть свободные валентные орбитали. Для D и F элементов, в атомах которых во внешнем слое находятся спаренные электроны в нормальном состоянии, валентность неопределима, так как неспаренные D или F электроны как бы блокированы внешними D электронами. Мы должны помнить, что степень окисления – условный заряд атома химического элемента в соединении. Степень окисления не равна валентности. В отличие от степени окисления, валентность не имеет знака и не может быть равна нулю. Часто валентность и степень окисления атомов численно совпадают. Например, в молекуле воды валентность водорода 1, кислорода 1, численные значения степени окисления у водорода тоже плюс 1, минус 2. То есть мы видим, что численно иногда валентность и степень окисления могут совпадать. Давайте подведем итоги. Сегодня мы с вами повторили, и теперь вы знаете, что изучает химия. Основные химические понятия. Вещество, атом, химический элемент, химический знак, простое вещество, сложное вещество, аллотропия, молекула, химическая формула, относительная атомная масса, атомная единица массы, относительная молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля, массовая доля растворенного вещества, электроотрицательность, степень окисления и валентность. Теперь, опираясь на эти знания, вы можете определить простое и сложное вещество, аллотропные видоизменения, записать химические формулы веществ, вычислить относительную атомную массу, относительную молекулярную массу, количество вещества, количество моль, молярную массу вещества, массовую долю элемента, в веществе массовую долю растворенного вещества, определить степень окисления и валентности элементов. На этом урок наш закончен. Пожалуйста, выполните те задания, которые вы получили по ходу урока.